Весь мусульманский мир объявил Израилю священную войну. Понятно, что Путин, Россия, перед такими угрозами, особенно когда Израиль обнародовал факт устами министра, правда не министра обороны, но министра правительства, когда Израиль заявил о наличии у него, у Израиля, ядерного оружия, никогда, я обращаю внимание своих зрителей, у нас очень умные зрители, все понимают, что если никогда, ни разу, за все десятки лет, начиная с 50-х, если за все эти годы, почти 70 с лишним лет, Израиль категорически не признавал наличие у него, у Израиля, атомной бомбы, не отрицал, чтобы потом случилось, что во Воронье не заподозрили, нет, нет, не отрицал, но не признавал. А сейчас, вчера, случилось то, что случилось. Да, Нитаньяху сразу одернул своего министра, да, министр обороны Израиля сказал, что слава богу, эти вот мои коллеги не принимают, так сказать, никаких решений, но министр сказал то, что сказал, если Израилю угрожает опасность, то что мы будем ждать. Сразу возник вопрос, а где, на чьей территории испытывалось это оружие? Израиль маленькое государство, а всем другим странам запрещено категорически под угрозой мировых санкции, это вообще скандал неслыханный, под угрозой мировых санкций запрещено какому-либо государству испытывать ядерное оружие чужой страны. Свои-то испытания с особого разрешения международных организаций, а здесь? Кто эта страна? Неужели? Главный заокеанский друг Израиля. Все это оставило Россию, каждого из нас на самом деле. Любой конфликт влияет на соотношение доллар-нефть, евро-нефть, баррель нефти, тем более это Ближний Восток, и любой такой конфликт влияет на цены в каждом магазине мира, в том числе и в России. У нас умные зрители все понимают, что в 21 веке все связано, перевязано. И если существует все-таки мировое правительство, ну хорошо, не Бельведерский клуб, допустим, и не Секвоевая роща, допустим, но если есть люди, которые управляют главными финансовыми потоками мира, то сегодня очень серьезный кризис. Впрочем, на моем рабочем столе, уж не будем уточнить каким образом, откуда, из какой их папки, появились материалы о том, что, включая доктрины отдельный государств, о том, что в каждой стране есть 5-6% людей, которые не желают работать, маргиналы мешают людям, криминал чистой воды, мешают людям жить. Ну и что ж, если они мешают жить, пусть они убьют эти люди сами себе, маргиналы, раз не хотят работать, раз мешают стране развиваться, обществу, если опасно выйти на улицы, в каком-нибудь Нью-Йорке пусть убьют сами себя, как наркотиками. Поставки под контролем ЦРУ. Да, наркотиков, а деньги на закрытые статьи бюджета. Тех или иных стран, доктрины, официальные доктрины. Я документы видел. Если так подумать, да, цинично, да, страшно, но дешевле убить, да еще и заработать на этом, чем их лечить за счет государства. Наркотуют наркоманы, наркоши. Доктрины приняты. Значит, есть такие механизмы внутри планеты. Есть такие люди, которые решают, если не все за всех, то многое за всех. Этому мировому правительству Лужков верил в его существование. Отсюда золотой миллиард и все эти теории. Кому надо остаться жить на земле. Но я собственными глазами читал, что население планеты должно быть за счет локальных конфликтов, локальных войн сокращено к середине 21 века до 3 миллиардов человек. За счет локальных войн. Кстати, отец Бен Ладена, судя по всему, входил в это мировое правительство, судя по всему. Биллиарды. Значит, откуда такие возможности были у его сына? Там же еще и всякие разные священные войны мусульманские, ну, много чего. В книге «Русский ад», как помню, второй том, это художественная проза, в втором томе, все эти документы опубликованы. А теперь документы превратились в реальность, абсолютную реальность, которая поставила не только Израиль, но каждую страну перед новыми угрозами. Я только напомню, что когда в 56-м году и справедливо этот пример приводит один из наших лучших международников, я очень рекомендую всем, кто интересуется правдой о международных отношениях, конкретно о сегодняшнем конфликте между Хамас и Израилем, так будем это называть, я говорю о статьях Михаила Ростовского в Москве, БМК, ростовский сын замечательного публициста Генри, он писал под псевдонимом Генри, аналитика Ростовского, это очень серьезно, вот именно он напомнил, как в 56-м году будущий герой Советского Союза, президент Египта, Гамаль Абдуль-Насар, ему прыщов, звезду героя дал, отнял у Черчилля, у англичан национализировал, ну, у Англии уже Черчилль отошел в сторону, национализировал принадлежащий тогда британцам Советский канал. В ответ, естественно, Израиль и Франция тут же организовали против Египта военную интервенцию, тут же. Советский Союз был готов помочь нашему другу Абдуль, Гамаль Анасару, Но вот тогда жена британского премьера сэра Энтони Идена леди Кларисса Иден произнесла фразу, которая облетела весь мир. Дословно цитата в последние несколько недель «Я иногда чувствовала, что Суэцкий канал протекает прямо через мою гостиную». Еще раз, есть такие события международные, которые приходят в каждую гостиную, в каждую квартиру, у кого однокомнатная квартира, это неважно, в виде цен и в виде реальных изменений вокруг. Но, к сожалению, некоторые, так сказать, истории, некоторые беспорядки даже были и у нас на территории России, все это связано с Израилем. Также очевидно, что в рамках реализации этих задач Зеленский, он тоже не дремлет, режим Зеленского, будет сделана ставка на раскручивание в России антисемитских настроений. Вплоть до погромов попытки уже были. В Дагестане Самое ужасное, что даже те умные наши зрители, кто до конца не понял опасности этих погромов, даже многие из тех, кто пишет серьезные комментарии под такого рода материалами, не понимают, что это только начало, что, увы, призывы и деньги финансирования, и специалисты-провокаторы, к сожалению, это неизбежная вещь в этой конфигурации, этой ситуации, все это будет только нарастать. Я прошу обратить внимание на официальное заявление МИД Израиля по поводу недавней поездки некоторых руководителей Хамас в столицу России. Израиль, цитирую, рассматривает приглашение главарей Хамаса в Москву как недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов Хамас. Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов Хамас. Естественно, и надо знать Путина в тот момент, когда на тебя давят со всех сторон, может появиться искушение поменять или хоть как-то скорректировать свой внешнеполитический курс. Это я о Миде, но я говорю еще раз, я не оговорился, надо знать Путина. У него за улыбкой стальные зубы, как написала в 2001 году одна из английских газет о Путине. У него за улыбкой стальные зубы. Интересом Москвы, естественно, отвечает проведение сбалансированной, можно сказать, филигранной политики, потому что любой крен в ту или иную сторону может нанести реальный вред нашим национальным интересам. Александр Александрович Бессмертных, я хорошо знаю этого человека, мы дружны, бывший министр иностранных дел Советского Союза в 1991 году совершил визит в Израиль, хотя между Москвой и Тель-Авивом, Советским Союзом и Израилем еще не было тогда официально дипломатических отношений и прямых рейсов самолетов тоже не было. Бессмертных принимал премьер Израиля в тот год Ицхак Шамир, бывший террорист, и Шамир не думал раскаиваться в таких своих грехах молодости, как организация террористических актов, включая убийство в 1944 году британского министра-резидента на Ближнем Востоке лорда Мойна. Шамир такой израильский Савинг. Террорист, политик. При этом он родился в России, в Гродненской губернии. Прекрасно владел русским языком. Был очень смешной и остроумный человек. Советскую делегацию тогда, как рассказывал Сан Саныч Бессмертных, Шамир порадовал следующим рассказом. В начале 80-х он занимал пост министра иностранных дел Израиля и в этом качестве посетил Генеральную Ассамблею ООН, где увидел другого уроженца Белоруссии, своего земляка, главу МИД Советского Союза Андрея Громыка. «Господина нет, как звали Громыка за границей». Шамир тут же подошел к коллеге и спросил с непередаваемым акцентом выходца из еврейского местечка «Господин Громыков, шо же вы нас так не любите?» «Как я могу вас не любить?» ответил ему шеф советской дипломатии с таким же белорусским акцентом. «Я ведь голосовал в 1948 году в ООН за создание государства Израиля». Это абсолютно и правда. Израиль создавал Советский Союз, а Громыка тогда был уже тогда на руководящих постах. Его очень любил Сталин, доверял ему. Он и в Потсдаме был, и везде, Громыка, и в Ялте. Конечно, легендарный человек, но очень осторожный человек, больше молчавший всегда и на все говоривший. На всякий случай нет. Никогда не ошибешься. Но мы создавали Израиль. Более того, Сталин снабжал Израиль оружием. Более того, Сталин сделал все возможное и невозможное, чтобы Израиль был там, где исторически зона интересов Великобритании, но не у нас в Крыму. Мы тоже много говорили о том, что было предложение, был проект Римская Калифорния, а в главе Израиля в Крыму должен был стать как глава государства великий советский актер, народный артист Советского Союза Сломо Михоэлс, лучший король лир XX века. И именно это предложение, озвученное американцем, Михоэлс, во главе нового государства Израиль, стоило Михоэлсу жизнь. Он будет убит по личному приказу Сталина, так пишет Светлана Аллилуева, ей можно верить, она слышала приказ Сталина, отданный по телефону своими ушами, стояла в дверях, он ее не заметил. Михоэлс был убит вместе с критиком Потаповым Голубевым в Минске, когда они по линии Всероссийского театрального общества поехали в Белоруссию обсуждать спектакли. Причем Михоэлс сохранили, как рассказывают очевидцы, в закрытом гробу, а вот Потапово Голубев по какому-то недосмотру лежал в открытом гробу, другое кладбище, естественно, меньше людей, совсем, намного меньше, и все видели, что у Потапово Голубева лицо в синяках, по официальной версии их машина переехала, грузовик, там в Минске несчастный случай. Точно так же Примаков Евгений Максимович сделал очень много для того, чтобы отношения между Израилем, Советским Союзом, Израилем и Египтом, Израилем и другими соседними странами были похожи на нормальные человеческие отношения. Летом 1967 года Израиль превратился в непотопляемый броненосец, авианосец США на Ближнем Востоке А СССР естественно стал помогать Нассеру. И мир опять оказался на пороге мировой войны. Об этом есть замечательный фильм Голда о Голде Мейер. Утром 5 июня Израиль неожиданно начал войну. Уже через несколько дней был установлен контроль над территорией, которая больше в три раза превышала собственные размеры Израиля. Возможно масштаб от победы был бы еще более серьезным, но Косыгин, наш советский премьер-министр, уже 10 июня отправил президенту Джонсону срочную телеграмму. Дословно мы предлагаем, чтобы вы потребовали от Израиля безоговорочного прекращения боевых действий в течение ближайших часов. Мы хотим предупредить Израиль, что если это не будет выполнено, то мы предпримем необходимые шаги, включая и военные. 20 дивизий были готовы к переброске. 20 советских дивизий. Сколько мы потеряли людей? Угроза сработала и тогда Москва наглядно продемонстрировала свое влияние на международной арене. Что же будет сейчас? мы и Путин лично пока что до сегодняшнего дня и часа мы и Россия умело балансировали между двух огней. Хотя душой понятно мы действительно с теми чья делегация была в Москве. Никто не забывает у нас что 14 марта да 14 марта 76 года Египет рассловнул в одностороннем порядке договор о дружбе и сотрудничестве с СССР и полностью переориентировался на США и Израиль став их союзником. Это политика Конвара Садата Садат очень плохо закончен. Много о том что произошло писал в своей книжке. Евгений Максимович Примаков человек с определенной миссией на Ближнем Востоке. Именно он осуществлял все конфиденциальные контакты с израильским начальством. нам нельзя полностью резко делать какие-то шаги. Почему? Во-первых это было бы не по-человечески. В России очень много людей из поведущих ислам и не считаться с мнением значительной части России президент Путин не может. С другой стороны понятно что американцы будут американцы которые уничтожили Бен Ладена и не только Бен Ладена они будут делать все для того чтобы извлечь собственную выгоду. Им очень важно американцам не только чтобы были какие-то нормальные отношения там на Ближнем Востоке нет нет не только это задача но их больше интересует Россия. Почему? Потому что у России появилось такое оружие включая гиперзвуковое оружие здесь президент не лукавит и не блефует это действительно так мы навсегда опередили Америку по большим серьезным ракетам включая ядерные боеголовки. Мой товарищ Академик Соломонов человек создавший все новейшие твердотопливные ракеты генеральный директор Московского НИИ теплотехники это та главная организация которая создает Ярс и Булаву и Тополь и Тополем и заказывает заводам изготовление этих изделий как называют оборонщики еще 7-8 лет назад Юрий Семенович говорил мы опережаем американцев лет на 15 сегодня он твердо говорит можно его интервью на платформе Караулова найти послушать человек создавший весь ядерный щит России все твердо топливные ракеты непререкаемый авторитет для наших директоров оборонщиков герой России академик Юрий сегодня Семенович говорит мы опередили их навсегда американцев это абсолютная правда с другой стороны применение такого оружия не дай бог конечно это мир может не пережить еще одну херосиму просто не пережить по экологии по радиации мир правда все же уходит в грунтовые воды и в зависимости от того куда ветер дует мир мир может потерять гораздо больше чем вот те 3 миллиарда которые которые должны остаться на планете по директивам некого мирового центра глобализация 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 одна валюта на весь мир одна культура культура макдональдса на весь мир потому что эта культура не требует большого понимания в культуре главное чтобы эта культура продавалась быстрее чем проще тем лучше система стремится к упрощению культура должна подстать политической системе чем проще тем лучше пустая сцена нечего тратиться на декорации не оркестр а половина оркестра так дешевле ну и все что можно продать как можно быстрее многие дирижеры мира лучшие дирижеры мира и мазы покойные не только он говорили мне не раз и в интервью это было мы не хотим больше выступать в Америке там не дают возможности репетировать сразу иди и играй и зарабатывай за репетиции не платят за концерт вот договор какие репетиции да как же без репетиции а вот так иди и играй people все схавает одна культура одна валюта и внимание одна религия и такое в документах существует чья-чья религия сильнее та должна победить это страшно это правда страшно позиция России понятна мы категорически против того чтобы мир по-прежнему как в начале 90-х это случилось увы мир по-прежнему мир был бы снова однополярный когда все решает только одно государство за всех на планете поэтому сегодня мир не однополярный и сегодня мы на стороне тех кто защищает свое право на земли то что Израиль мог быть в Эфиопии было такое предложение это очевидный факт то что все было сделано Америкой чтобы Израиль был в Крыму а Ленин как мы знаем в 20-м году заложил Крым в банк Рокфеллера под 50 миллионов связанного кредита на эти деньги Рокфеллер послал в Россию паровозы и трактора причем в какой кузне трактора должны были вычиниться в случае поломки осталось невыясненным но была выставка Американской сельхозтехники 20-й год в Сокольниках Ленин был на этой выставке Крым был заложен под большие проценты выплата первая выплата 46-й год 1-го января и основное тело кредита 50 миллионов и проценты Сталин естественно платить не хотел у Сталина самая сильная армия в мире да и не надо платить предлагают американцы Крым Крым под Израиль почему конференция была в Ялте почему не в Москве в 45-м тройка почему большая собралась в Ялте вдруг с чего вдруг в Ялте Рузвельт попросил Рузвельт его жена Элеонора а также маршал план маршала знаменитый Гувр все они купили акции Крыма потому что под свои эти 50 миллионов не любил Рокфеллер тратить собственные деньги великий был человек не для этого создавал доллар укрепив его этот доллар нефтью ведь именно Рокфеллер привязал нефти к доллару семья Рокфеллер а потом еще и нефть переработку и все вот он доллар как мировая валюта за ним нефть мы забыли что в 1976 году была тайная встреча Никсона его администрации с королем Саводовской Аравии и было договорено что саудеи добывают нефть сами но деньги 95% всей выручки хранят где правильно в американских банках а за то что все деньги от нефти нефти доллар это называлось ноустрит утилизация нефтяных долларов так вот за то что они именно в американских банках хранят 95% всей нефтяной выручки 6 флот Соединенных Штатов Америки гарантирует королю Сауду и его семье вечное правление всем удобно вы добываете вы продаете ваши деньги но не работают на экономику Соединенных Штатов Америки но где интерес это главное между США и арабским миром нефть точнее банки доллар от нефти в американских банках а то вся эта история с Израилем до последнего Путин будет балансировать между еще раз скажу двух между двух огней по другому просто невозможно любой крен резкий крен вызывает протест с той или с другой стороны и политика большая политика на Ближнем Востоке как состояла так и состоит от скрытых от нас вещей от посторонних глаз нюансы секретные слои но что-то должно случиться потому что так продолжаться не может если американцы признают право за Израилем на атомное оружие как не признать если я так понимаю это оружие испытывалось на территории США то сейчас Америка после заявления министра оказалась в тяжелейшей ситуации нарушены все мыслимые и немыслимые конвенции договора и все на свете еще раз запрещено использовать испытывать любое ядерное оружие на территории другой страны а Израиль маленькое государство где им испытывать было бы как не испытав поставить на серию на вооружение во всяком случае точки зрения разные но ни о каком разрыве полных отношений полном разрыве отношений быть не может ни там ни там никаких резких шагах с нашей стороны тоже о речи быть не может устраивает ли нас концепция двух государств еврейского и палестинского с известными оговорками с известными поправками да но есть одно но которое я не решаюсь произнести если все-таки Израиль загнанный в угол Израиль в ответ применяет атомную бомбу мы об этом говорили зрители наши помнят платформу коров еще три недели назад что к этому все идет если они создают прецедент и применяют свое ядерное оружие значит и другие страны могут применить это ядерное оружие в других как бы локальных пока еще локальных конфликтов а у нас локальный конфликт и если там взрывы ядерные атомные как говорится не мы первые тут важно что им можно нам нельзя и тогда жди Россия неких сюрпризов мы тоже хорошо понимаем пока что премьер-министр Израиля министр обороны Израиля одернули коллегу своего же министра другого который раскрыл карту но никто не стал отрицать что есть такой ресурс сегодня раскрыто то о чем догадывался весь мир но уже официально раскрыто а что будет завтра там и если защищая себя а уже мы видим как Йемен себя ведет другие соседние страны в отношении Израиля если защищая себя еврейское государство пойдет на невозможное а народ снесет любое правительство в Израиле хорошо их немного но достаточно сил чтобы ушли все те кто боится использовать все то что создано на деньги израильских налогоплательщиков ядерное оружие создавалось на их деньги это ужасная тема это не дай бог мы категорически против мы России но нагнетается 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 ситуация и стали звучать заявления вот для нас это уже тот случай когда Рубикон перейден сегодня там а завтра тут я ставлю многоточие все понимают что может быть завтра и против кого могут быть нанесены такие же страшные удары значит мы расчехляем свои чехлы изделия но это уже мировая война это апокалипсис поэтому Путин действительно принял решение ни во что не вмешиваться пока дипломатическим путем сдерживать любые горячие головы стоя с этой стороны но ясно что этот конфликт не рассосется сам по себе как исчезает ложная беременность тут нет ничего ложного тут очень много крови кстати когда у министра израильского спросили какова будет судьба заложников при таком ударе что он ответил война требует жертв каждая война имеет свою цену ужасные славы но я напоминаю что этот гражданин я специально не называю его фамилию что он призывает это невозможно но президенты были такие в истории да были мы же русская армия Михаил Кутузов граф Ростопчин руководитель как сейчас сказали в Москве глава Москвы родначальник Московский мы же оставили в Москве несколько десятков тысяч раненых солдат Бородино в руки Наполеона их отдали им помогали сначала французские лекари потом пошли пожары и большая часть этих людей кто двигаться не мог сгорели в адских московских пожарах Москва принесена в жертву докладывал Ростопчин царю а это варварство было в 1812 году это те страницы нашей истории о которых мы стараемся не говорить их очень много об этом книга русская сколько можно молчать о собственном варварстве о подлинном отношении в нашей новейшей истории все считается новейшей историей последние века человека к человеку итак решение Путина пока строгий контроль действий той и другой сторон дипломатия остудить 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 и не допустить самого страшного вот того о чем и говорил израильский министр итак итак